всем доброй ночи хотя еще не ночь но я знаю что закатится закачается это видео может даже под утро что-то видео начала закачивать очень 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 долго ну сегодня тоже день прошел продуктивно машину опять загонял сервис окончательно можно сказать задней полностью задней ходовую подшипники прокладки все все поменял короче полностью замена обновил подшипник мочевник накладки мокладки все короче в общем сделал как чтобы часик передний час я тот раз делал недавно переходовая мотору машине что самое главное господи чтобы хорошо работала главное чтобы мотор надежный был чтобы не подтекал масло не жал не шумел не это и ходовая что хорошая была тяги мягкие там гранаты подшипники все должно быть идеально потому что дороги оставить мало не покажется ну пришлось заплатить за все это дело хорошую сумму ничего страшного потому что коня надо держать как говорится бесправности вот ну соседям сегодня угощение сделал все нормально они мне тоже кое-какие подарки дали и ждут меня там чтобы я приехал как бы это но я постараюсь их не помощь не пользоваться я не привык вообще кому-то навязываться кому-то звонить кому-то это это крайне крайний случай даже крайних случаях я стараюсь как бы сама позиция своими этими но все таки все равно хорошо хоть кого-то знат на кому вот кого-то это уже приятно а так я кому-то звонить что-то просили это мне звонит мне сегодня вообще было четыре звонка телефонной консультации были вот как и что были и с просьбой других помощи я назвал условия оплата своего слову столько стоит ну и все решать им а а за мелочи работать я не собираюсь за мелочи себя и сам не уважать за мелочи другом месте это как говорится последний хлеб я не доедаю поэтому мне как бы это опять же вопросы мне вот среди так звонков один звонок был опять из татарстана россии какие города больше всего татар живут я скажу что сразу что крымской татар здесь живут еще со времен крымской войны их не потомки уже оседлый народ здесь ну где-то 80 процентов татар там живут и где-то процентов 20 там турки и курды вот но и других регионов тоже есть конечно но большинство вот основном там есть в анталии тоже есть но мне спрашивали как относятся они это самое не переселены всем татарам да они ко всем относятся одинаково были бы чтобы у вас деньги а то что давить на то что мы все только язычные и распростретыми руками нас встретят дадут денег документы для это это даже из головы выкиньте это вам не израиль когда он своих граждан евреев со всего мира вызвали и они стали как бы это гражданство все такое или это не европа где когда немцы своих немцев отовсюду с казахстана с россии кто переехал на льготной основе все все вот здесь такого не выход трижды кричит и что вы только я лишнюю что у тебя туркмен вообще самая родственная нация туркменами туркмен это тоже туркмен это я турок и что мне гражданство что ли сразу дали нет конечно да вот я кричат была рада для туркмен никогда пока не перешли не прошел все все это все испытания никаких это так что единственное уйгурам вот это и туркам по вместе с китайцами вот на льготных основаниях дают узен дырнем вот это постоянный вид на жительство но который тоже не дает право на работу ничего а жить по да по нему и гражданство убыстренное там вот какая-то процедура там а так нет так другим нет другим нет выход трижды кричит и что мы одна страна ему все это брать или ничего подобного потом кстати с вас я должен был деньги взять вы полчаса моего времени отняли пока я вам все объяснял менталитет такой же ли как татар россии нет конечно нет конечно же нет язык да язык да но тоже чуть-чуть диалект есть уже как-то это а так менталитет у вас будет разный менталитет это даже не от того что сама турция вот а просто турция заселяли очень много народности армяне греки кеприоты в общем очень много нации самое и с каждой нации понемногу 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 менталитет даже быть даже танцы даже музыка вот это перешло и если вы думаете что вы например там татарстан и татары при том что ментами здесь также нет и меня здесь очень много знакомых татар которыми заказывал через моих друзей которые татарстан летали татарский вот это я им дарил всем если помните даже прошлом видео шикарные ты они я сразу они совсем другие да не татары но они уже месте уже все это это теперь опять опять там тому же слово можно ли здесь без бизнеса медсамы все такое я уже рассказывал вам же не хочу даже про это говорить вот я не видел чтобы я не может где-то есть чтобы из наших переехавших вот даже получивших гражданство здесь какие-то миллионеры на моей малой родине до после распада совета за очень много турков приехали и они даже сейчас миллиардеры даже не только миллионеры миллиардеры форбса понимаете у них свои заводы там фабрики там это очень такие крутые люди но здесь я не видел здесь я не видел чтобы это сама как говорится то что вы говорите что у вас там татарстане не работает это самое но и да будут работать потому что здесь работать очень трудно вот поэтому перед тем как переехать прежде всего подумайте что вас здесь распространяем объятием никто ждать не собирается никто и не будет придется вам таких же условиях как и другим иностранцам вы например если только язычные только язычная то и будет немец из германии вот европейским гражданством и может даже легче будет там при получении в нж там все остальное чем вам кого денег больше тот это самое знаете я еще раз говорю что возить сюда пока не получил гражданство огромные деньги тоже не стоит потому что законы постоянно меняется сегодня у меня тоже вопрос был одна подписчица май гульджан тоже задавала как счет открыть я вот просто заради интереса ознакомился очень гача трудно счет открыть без внж очень трудно даже день из банки горт уже десять тысяч долларов депозит требует и даже при переводе свифта тоже самое мне вот тоже надо было кое-как и дело дело через банки мне сказали что только в анкаре можно делать а вот анкаре филиале вот озера от банки и халк банки чтобы переводы а то что тот банк которого сказали мне сказали что сейчас год там очень трудно и сразу как пришел вот так показал документы открыл же те времена прошли но для открытия счета то условия остались те же самые может даже 20 отделений вам откажет 21 вам откроет бываете такое документы же самые заграничный паспорт внутренний паспорт налоговый номер вот потом счет за коммунальные услуги где будет ваш адрес чтобы она совпала с вашим внутренним паспортом вот эти документы ну и депозит что у вас попросят вот день из банки сегодня девочки писали там это 10 тысяч долларов депозит сроком на месяц или на два там это самое так вот отложить здесь понимаете просто так ничего не делается все на деньги все деньгами связано как мой дорогой брат вчера говорил что разговаривали много я начинаю понимать государства можно деньгам приехать говорит и только давать и давать сосуд и сосуд это день я года сюда можно приехать до миллионом уехать без без штанов если неграмотно где-то что-то не так сделать достаточно одного неверного шага одного неверного шага тех друзей которым я консультировал нормально живут работают даже вот связываемся всегда а те которые говорили что ты старик чего знаешь большинство же дома обратно уехали здесь надо за каждым своим шагом следить за каждым своим шагом я же говорю можно остаться без денег за три секунды за три секунды поэтому не думать что у вас здесь вот распространенным рукам буду ждать там каравая хлеба я вообще считаю что россия татарстан очень шикарная короче республика я там был проезжал и на машине и все там прекрасные поля прекрасная погода и заработки хорошие люди работают все зачем шило менять на мыло шило на мыло менять не стоит я же говорю у вас менталитет все равно будет разный вы понимаете вы чужие люди будете потому что эти потомки тех двести-триста лет назад которые переехали уже они и другую менталитет и живут дали татар но они другую менталитет не одинаково с вами чтобы на это есть кое-какие самые но не в невест который вы там провокли и во первых еще советское влияние советское влияние общее у нас было как-то вот это мы как-то уже это самое действительно как стали вот это как братья сестры да вот как бы нам говорили что это не так но у нас был один единственный единый менталитет почти на всех распространенных моем родном поселке откуда я родом родился татаров было полно они как и туркмены были почти я их не это принимал и они это самого на другой был вообще обстановку вот здесь я же говорю еще раз вы можете даже вот татарин будет соседнем доме жить вы тоже татарка вы можете даже не общаться понимаете годы-годы 200 лет назад во время крымской войны не переехали переехали у туркмены есть такое это по своим этим до первый год родился сын он родной до внук ах так где торм называет уже автор потом правнук чулок ах так чулок проправнук четвертый про проправнук ятлок ятлок скажем так чужой уже пятое поколение уже пошло понимаете да он твоего рода блин он чужой понимаете у них другие мышления уже другие это все и также здесь вот бросаться он там оказывается живут татар давай бежать туда да нет ребята это для меня мне кажется это глупо и как же мы же все только язычные дорогие братья и сестры бежать давай нас там встретить нет ребят это выход трижды тут только язычный будьте того вот трижды вот такие это саму что молитесь там все такое некоторые думают ай вот будем молиться будем это нас будут уважать там это здесь главное это там это деньги все деньги аршин малолан фильм был короче если помните хорошая такая комедия моя мама любила вот так понимаете вот так вот здесь также понимаете без деньги мэндесен севера денег нет поли отсюда нафиг я тебе знать не знаю вот так понимаете поэтому думать что вас за то что вы татары приедете для вас я говорю так и это сделать нет ничего подобного на на общих основаниях на всех общих основаниях также даже не купить квартиру также на 75 тысяч или же сейчас сделаю на 400 тысяч если быстро хотите вот или восемь лет прожить накупленные вами за 75 тысяч долларов квартиры может через пять лет на гражданство все равно получится у вас через семь через восемь лет вот или же через восемь лет прожить и потопу подать уже на бессрочное вынаживание которого тоже не дает право на работу у вас будет бессрочное вынаживание на основании того чтобы восемь лет прожили нижний закон не нарушали ничего не нарушали но без права на работу вы иностранцами останетесь просто вам не надо будет продлевать это вот страховку естественно вы будете делать если хотите за своим здоровьем следить вот такие вот дела салют